Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Как за три дня после даты подачи документов зарегистрировать бизнес в налоговой службе без ошибок с помощью электронного сервиса на сайте ФНС России сформировать необходимые документы для регистрации? А какие инновации в сфере пострегистрации получили развитие в 2019 году и в каком случае начинающему предпринимателю не придется оплачивать госпошлину? Электронные сервисы уже разработаны налоговой службой в помощь бизнесу, а вот какие возможности они предоставляют? Об упрощении госрегистрации бизнеса, последствиях фиктивного руководства электронных сервисов налоговой службы в помощь бизнесу сегодня в нашей программе расскажет Андрей Иванович Лунин, начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков у ФНС России по Самарской области. Здравствуйте, Андрей Иванович. Ну что же, и напомним, что работает бесплатный справочный телефон «Контакт-центр ФНС России», действующий на всей территории Российской Федерации. По данному телефону можно получить информацию справочного характера о приеме физических и юридических лиц, порядке рассмотрения обращений, а также о работе интерактивных сервисов, разработанных ФНС России в помощь налогоплательщику. Общефедеральный справочный телефон единого контактного центра ФНС России 8 800 7 2, а на сайте ФНС России работают удобные электронные сервисы помощники, которые охватывают все категории налогоплательщиков. Физические лица, юридические, индивидуальные предприниматели, сферы их интересов позволяют получить полный спектр информации и услуг дистанционно, без посещения налоговой инспекции, решить практически любые вопросы, связанные с налоговой инспекцией. Я должна была это и сказать, это для справки, но давайте мы теперь перейдем к вопросам. Вот максимальное упрощение процедур регистрации бизнеса, создание комфортных, конечно же, условий для развития малого и среднего предпринимательства, улучшения делового климата в регионе и вот в целом по стране, я так понимаю, что это основные приоритеты налоговой службы, Андрей Иванович? Ну действительно, налоговая служба с 2002 года, когда передали функцию государственной регистрации, ей передали налоговой службе. Соответственно, с этого самого момента налоговая служба стала целенаправленно стремиться, чтобы облегчить, идет полный подход к облегчению процедуры, к более доступности, чтобы это были открытые процедуры, сокращение сроков. Как уже говорилось, что это целенаправленно идет позиция федеральной налоговой службы на то, чтобы упростить процедуру государственной регистрации, сделать ее более комфортной и доступной. И по срокам значительно упрощается. Так, например, вот в 2014 году была отменена обязанность соберять его нотариально. В 2015 году, это при создании юридического лица, обязанность на нотариальное заявление было отменена. В 2015 году была отменена обязанность по изготовлению печати юридического лица, но может не иметь печать. Кроме того, были сокращены уже сроки. В ближайшие, с 2017 года государственная регистрация, создание вновь, регистрация вновь юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, она занимает для регистрирующего органа, это три рабочих дня с даты получения документов. Это повторю, значит, сегодня мы сдаем документы, со следующего рабочего дня три рабочих дня на принятие решения. На третий рабочий день регицентр примет решение. Просто еще уточню с подходами, раньше, когда только все это начиналось, у нас регистрирующие органы были к все налоговой инспекции Самарской области, всей России, все занимались государственной регистрацией, за исключением специализированных инспекций. Потом пошла такая тенденция по всей России, это для упрощения, для более однообразного подхода к государственной регистрации. Во всех регионах практически уже созданы и работают единые регистрационные центры, государственные регистрации. На территории Самарской области данный единый регистрационный центр регистрации был создан на базе инспекции ФНС России по Красноглинскому району города Самары. Это на Сергея Лазо 2А. И он существует уже с 1 апреля 2015 года. Кроме того, возможность документов, которые можно подавать, служба идет в ногу со временем. Теперь существует несколько способов подачи документов на регистрацию. Это как, например, прийти лично. Ну, как в старые добрые времена приходим, мы лично сдаем документы. Второе, направляем почтой заказным. Третье, документы можно отправить с использованием себя госуслуг, портал госуслуги. Четвертое, у нас очень хорошо развита и очень крупная сеть многофункциональных центров оказания госуслуг. Можно через эти многофункциональные центры направить. Как специалист, какой бы способ лично для себя выбрали бы? И вот где самое главное, сокращая даже не столько у нас деньги, сколько вот временной отрезок? Ну, вот раньше, до 1 января 2019 года, если я подавал бы документы непосредственно в регистрирующий орган, то я получил бы услугу, ну, как вот и говорю, на третий рабочий день принято решение, на четвертый рабочий день я бы уже получил документы на руки. Если подавали в то время через МФЦ, то там был временной разбег, это доставка документов от МФЦ к регистрирующему органу. Это уходило, как правило, на сутки. На два дня прибавлял срок, потому что вздали в МФЦ, МФЦ в течение суток везет документы, потом приходится решение, МФЦ забирает, везет назад. Соответственно, на два дня увеличилось. Но с 1 января 2019 года прошло новшество в государственной регистрации, заступило в силу изменения законодательства, которое позволило перейти на взаимодействие с новым функциональными центрами на электронное взаимодействие через систему международного взаимодействия. И, соответственно, на сегодняшний день, если я приду в МФЦ подавать документы, это разнозначно тому, что я пришел в регистрирующий орган. Потому что документы, поданные в МФЦ, попадают в рекорган в течение часа, двух часов максимума из МФЦ. Соответственно, день также начинается, срок истечения получается с этого же дня. Три дня после подачи документов принять решение. Удобство еще этого электронного документа оборота, что вот через МФЦ, опять же, как вы уже сказали, что это может быть экономия денег, экономия времени. Действительно, это экономия денег. Потому что с 1 января также вступили изменения в налоговый кодекс, где были предусмотрены льготы по уплате государственной пошлины. Если я, как по привычке, собрал документы и пошел в регистрирующий орган подавать лично документы на государственную регистрацию, то я обязан оплатить еще государственную пошлину. Она все-таки, ну, она составляет для физического лица, ну, я считаю, что это все-таки значительная сумма. Это при регистрации юридического лица, это госпошлина 4 тысячи оплачивается, при регистрации индивидуального предпринимателя это 800 рублей. Поэтому, если я, так как законодатель предусмотрел, что документы в электронном виде поступающие в регистрирующий орган, то господишество не оплачивается. В этом случае МФЦ экономит 4 тысячи. Если юридическое лицо, то это 4 тысячи мы экономим. Да, существенная цифра. Андрей Иванович, да, вот хочется перейти к теме «Создай свой бизнес. Что знать нужно при открытии своего бизнеса?» Ответите. При открытии своего бизнеса, как правило, мы всегда, когда бы ни выступали, ни говорили, всем объясняем, что прежде чем открыть свой бизнес, решить, кем вы будете, человек должен сесть и подумать. Потому что у нас все, когда регистрируются, думают только о своих правах, а обязанностях забывают. Просто вы должны сесть и подумать, кем я буду. Буду ли я индивидуальным предпринимателем? Буду ли я юридическим лицом? Это разные немножко пакеты документов, подготовка документов. И разные потом процедуры, даже если придется закрывать организацию, закрывать ее чуть дольше, в соответствии с тем, что все-таки это юридическое лицо. А индивидуальный предприниматель закрывается так же просто, как и открывается. Открывается принятие решения о регистрации – это третий рабочий день, а принятие решения о прекращении деятельности – это пятый рабочий день, до пяти рабочих дней. Соответственно, просто чтобы зарегистрироваться и ликвидироваться, индивидуальный предприниматель – это проще. Юридическое лицо немножко свои проблемы. Но для того, чтобы зарегистрироваться, надо сначала решить, кем вы будете, что вы будете заниматься, какие у вас будут виды деятельности, будете ли вы нанимать работников, потому что индивидуальный проект тоже может нанимать работников, тут нет. А вот в этих тонкостях вы, налоговый орган, помогаете разобраться? Вот я как раз хочу перейти к сервису, который разработан специально федерально. Это как инструкция, ну, создай свой бизнес. Такой есть сервис электронный, в котором четко прописана инструкция, которая показывает, что надо делать, как надо делать, как создать свой бизнес. Посмотрим? Давайте посмотрим. Внимание на экран. Вы решили заняться бизнесом, создать свою компанию или стать индивидуальным предпринимателем? Это серьезное и ответственное решение, которое необходимо принимать, имея достаточно полное представление обо всех возможных проблемах и тонкостях. Специальный сервис сайта налог.ру «Создай свой бизнес» предлагает будущим бизнесменам полезную информацию и пошаговые инструкции для решения наиболее важных вопросов. И первый вопрос заключается в выборе формы вашего бизнеса. Вам нужна компания или вы хотите стать индивидуальным предпринимателем? На главной странице сервиса вы найдете информацию о каждой форме и можете двигаться в выбранном направлении. Далее вам необходимо будет пройти государственную регистрацию. Сервис предоставляет подробную пошаговую инструкцию для создания бизнеса, следуя которой вы при необходимости сможете самостоятельно зарегистрироваться и сэкономить время и деньги. Следующий важный вопрос – выбор режима налогообложения – общий или один из специальных. Общий налоговый режим, как правило, применяют компании с большим оборотом, и он предлагает уплаты основных налогов, в том числе НДС и налога на прибыль. Специальные налоговые режимы существенно облегчают введение бухгалтерии и популярны среди малого бизнеса. Подробная информация об особенностях и ограничениях применения налоговых режимов, а также о том, за что, сколько и когда платить, поможет вам принять важное и ответственное решение в выборе. При введении бизнеса возникают разные вопросы, например, как использовать кассовые аппараты, как взаимодействовать с налоговыми органами и многие другие. Ответы на наиболее важные из них представлены на страницах сервиса «Создай свой бизнес». На всех страницах сервиса вы найдете полезные советы, выдержки из законов и нормативных актов, интересные примеры, популярные вопросы и ответы на них, ссылки на другие сервисы и разделы сайта. Внимательно изучите этот сервис перед тем, как стать бизнесменом. Это поможет вам понять свои будущие права, обязанности и возможности. Удачи в бизнесе! Андрей Иванович, ну вот будь то столярный цех, или учебный центр, или фермерское хозяйство, швейное производство там, я не знаю, но регистрация бизнеса за три дня после даты подачи документов. Но вот все-таки есть еще и выбор в способах подачи. Но самое главное-то с чего начать? Ну самое главное, это пошаговое, если говорить, то первое, это надо сформировать пакет документов, который нужен, необходим для государственной регистрации. Еще раз сразу повторю, что для этого на сайте налоговой службы есть сервис для подготовки документов для госрегистрации, помощь, программное распечение. То есть за вас уже все придумали, можно сказать, да? Она есть. Вторая, вот этот сформированный пакет документов, либо мы их должны подать в регистрирующий орган удобным своим способом, каким мы хотим выбрать. Либо это распечатываем, несем лично, либо это в электронном виде с ЦП, либо через МФЦ, либо дополнить через нотариуса можно это сделать. И третье уже получаем документы о государственной регистрации. На третий рабочий день после дня подачи документов принимается решение, на четвертый рабочий день мы уже получаем документы на руки. Но кроме того, если мы при подаче документов указываем адрес электронной почты, то уже на третий рабочий день, когда рекцентр примет решение, по адресу этой электронной почты придут эти же документы. полученные, ну, с использованием элициональной подписи МФЭ, это регистрирующие органы, что документы действительно, уже можно их распечатать и также начинать работу. Андрей Иванович, ну вот приятно же, когда где-то и как-то мы получаем скидки, и вот я думаю, что предприниматели здесь не исключение. А может ли им предоставлять целый льгот, ну вот по уплате даже, скажем, госпошлины? Ну, вот как раз я когда говорил о способе подачи документов, если мы идем лично, пойдем, вот как привыкли, то это будет обязательно с уплатой госпошлины. Если мы направим заявку без электронной цифровой подписи, это будет такой сервис направления заявки на госрегистрацию, то тоже придется оплатить госпошлину. Но если мы пойдем в новофункциональный центр с этим пакетом документов, либо мы имея электронную свою подпись усиленную направим с использованием электронной усиленной подписи, либо через портал государственных услуг, это же опять же с электронной своей подписью, то государственная пошлина не оплачивается. То же самое, если я захочу, я могу прийти к нотариусу и попросить нотариусу, отправить документы, то тоже в данном случае для государственной регистрации пошлина не оплачивается. Спасибо большое. Государственная регистрация юридических лиц ИП. А вот теперь давайте посмотрим, как электронный сервис, государственная регистрация юридических лиц ИП, который поможет начинающему предпринимателю сформировать необходимые документы для госрегистрации. регистрации. Смотрим в специальном материале налоговая служба. Вы решили создать свой бизнес? Воспользуйтесь сервисом государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он позволит вам за короткое время сформировать необходимые документы и направить их в регистрирующий орган. Вам не нужно разбираться в тонкостях их заполнения, просто введите данные и сервис сформирует документы автоматически. Вот как это работает. Зарегистрируйтесь на сайте, это несложно. После входа вам будет предложено стать индивидуальным предпринимателем или создать юридическое лицо. Затем выберите способы представления документов в регистрирующий орган и получения результата государственной регистрации. Для всех способов имеются понятные подсказки и схемы ваших действий. Укажите виды деятельности. Уплатите пошлину. Это просто и удобно сделать онлайн. Сервис также позволяет сформировать квитанцию для оплаты пошлины в банке. Подтвердите платеж. Если у вас есть электронная подпись, то создать свой бизнес вы сможете, не выходя из дома. Если электронной подписи нет, то распечатайте подготовленные документы и обратитесь в регистрирующий орган или многофункциональный центр лично или через представителя по доверенности. Или отправьте документы почтой. Сервис подскажет точный адрес регистрирующего органа. Это просто, удобно и без дополнительных затрат. Удачи в бизнесе! Не забудьте оценить наш сервис. Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, по каким причинам все-таки могут отказать в госрегистрации бизнеса? Что грозит за фиктивное руководство? И что ждет тех, кто при регистрации указал, ну, к примеру, недостоверную информацию? Ведь важно обеспечивать достоверность ресурсов? Или это просто так кажется? Нет, действительно, достоверность ресурсов очень важная, потому что наши ресурсы, налоговые службы, которые, вот это тот же реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, он очень востребованный. Они размещены вот это на сайте налоговой службы, которым пользуются все, о чем вот мы уже говорили, о риске бизнеса, проверить себя контрагента. Поэтому основания для отказа, они все четко прописаны в 129 законе, там статья 23. И вот что там интересное появилось к концу, это вот с октября 2018 года было добавлено два новых пункта для отказа. Это отказ неправильного оформления заявления, есть такой пункт, и представление недостоверных сведений. Вот по первому пункту неправильное оформление заявления, здесь тоже новшество было, которое начало работать с 1 октября 2018 года, которое позволяет также людям, ну, если допустили, например, вы получили решение об отказе, где написано, что вы не приложили к какому-нибудь решению о создании там участников, либо в заявлении у вас какая-то ошибка, вы могли вместо даты рождения написать дату выдачи паспорта, ну, такие ошибки. Поэтому рек-центр вынес вам решение об отказе, либо по пункту А, это ошибки в заполнении документов, либо по пункту С, что не представлены документы. В данном случае заявитель в течение трех месяцев может возобновить эту процедуру, он смотрит решение об отказе, видит, что там, например, ну, нету документа, не доложил он документ. Он этот документ, один этот документ, привозит в рек-центр, докладывает его, говорит на то, что решение об отказе. До трех месяцев это срок, то есть, да? Это в течение трех месяцев после отказа можно принести. Либо, если написано, скажем, ошибка в заявлении, значит, он заявление новое оформляет, подписывает, исправляет ошибку, и также приносит, создает ток заявления. Не нужно там, скажем, ни устав, ну, все документы, которые дополнительные. Соответственно, это тоже как бы плюс, это шаг к заявителю. Это вот что касается основания, что ошибка в заполнении, либо нет. И еще этот нюанс, даже если мы подавали документы в регистрирование лично и оплачивали государственную пошлину, то при получении этого отказа и возможной докладки, то госпошлина все равно не оплачивается, даже если я приду лично. Потому что она уже была оплачена, и вот этот человек воспользовался своей льготой, своим вот этим правом донести документы и исправить. То есть, учитывается даже человеческий фактор. Ну, если ошибка неправильная. А вот и второе основание, это недостоверные сведения. Это действительно то же самое о том, что вот говорили, что это реестр доступный, что он общедоступный, что он публичный, что им пользуются многие люди, которые смотрят, если такой лично нету, то налоговая служба выделяет сейчас очень пристальное внимание вот данным таким фактором, что, например, если подается и рекцентром, выявляются такие случаи, что, например, поданы документы, а человек, он не в курсе, что он не подавал. Он может успеть написать возражение. Либо поданы документы, указан адрес, которого не существует. Есть такие случаи, когда подаются, указывают адрес, а его в федеральной адресной системе нету, нет такого адреса, не присвоили, не обращались. Так, если бы мы провели регистрацию, то, получается, люди, которые воспользуются реестром, они не могли бы найти эту организацию, так как адреса нету. Конечно. Кроме того, есть, обращаю внимание всех из заинтересованных лиц, что при подаче документов на фиктивных руководителей, например, это, как правило, это бывают студенты, малоимущие, те, кто с инвалидностью, люди, которым не хватает денег, и их просто на улице, например, подходят и говорят, хотите вы заработаете, дают там 10-5 тысяч, а люди не понимают и как бы не знают, что им говорят, что тут ничего сверхнезаконного нету, потому что вы только распишетесь, а директорство другое. Но просто в уголовном кодексе есть две статьи, 173.1 и 173.2. Это как раз позволяющее привлечь к уголовной ответственности. Не к административной. Уголовная ответственность. Это, ну, там тоже штрафы, там есть и реальный срок, и тем самым просто человек, не зная об этом, пошел, например, как вот студенты бывают, ну, заработать надо, знаем, что у студентов стипендия, и потом это получается пятно на ваше, вы не сможете, скажем, у вас будет судимость. Вот, для сравнения, работа в данном направлении сейчас идет очень усиленно, для сравнения, вот, за первые полугодия 2019 года нами в правоохранительные органы направлено 140 материалов по данным фактам. Это много, мало, Андрей? Если сравнить с 2018, с первым полугодия, там было всего 10 материалов направлено, и по направленным материалам уже в этом полугодии на 1 июля было возбуждено 49 уголовных дел в отношении лиц, либо от представивших документы, либо сами, потому что люди... Скажите, а наказывается лицо, которое направило, или на которое зарегистрировали? Там, получается, наказывается и тот, кто, и второе, кто, если... Хорошо, давайте посмотрим видеоматериал налоговой службы о последствиях образования юридического лица через подставных лиц. Вот как раз то, о чем мы сейчас говорили. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является обязательной и ответственной процедурой. Вопросом обеспечения достоверности сведений в государственных реестрах уделяется большое внимание. Особое внимание уделяется случаем введения бизнеса через подставных лиц, то есть таких лиц, сведения о которых, как об учредителях, участниках организации или их руководителях, внесены в единый государственный реестр юридических лиц путем введения их в заблуждение или даже без их согласия. В современном законодательстве за использование подставных лиц при регистрации организации, а также за внесение сведений о подставных лицах в государственные реестры, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 5 лет. За представление в регистрирующий орган недостоверных сведений также предусмотрена административная ответственность должностных лиц в виде штрафа в размере до 10 тысяч рублей. Повторное совершение такого административного правонарушения, а также представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок до 3 лет. Поэтому будьте бдительны, не предоставляйте свой паспорт и не подписывайте заявление о государственной регистрации, если не планируете управлять организацией и участвовать в ее деятельности. Если вы являетесь участником или, например, генеральным директором юридического лица, то с момента государственной регистрации вы становитесь ответственным за деятельность организации. Даже если вы являетесь подставным лицом, то вы считаетесь работающим и не можете получать пособие по безработице. Кроме того, как учредитель или руководитель организации, вы не можете работать в государственных или муниципальных органах. Если вы считаете, что сведения о вас в едином государственном реестре юридических лиц недостоверны, обращайтесь в регистрирующий орган лично или отправьте нотариально заверенное заявление по почте или направьте электронное обращение, подписанное вашей электронной подписью. Заниматься бизнесом через подставных лиц, как и быть подставным лицом, это нарушение законодательства. Не рискуйте. Андрей Иванович, ну давайте поговорим поподробнее об электронных сервисах в сфере госрегистрации. Какие возможности дают эти электронные сервисы, которые, кстати, разработаны налоговой службой? Вот они предоставляют бизнес и какие сервисы как раз наиболее популярны? Ответьте, пожалуйста, почему? Ну, во-первых, начнем с того, что есть вот создание ООО с единственным участником. Это сервис, он с типовым уставом, еще дополнительно, этот сервис позволяет не выходя из дома заполнить все документы, подготовить полностью пакет документов и если у меня есть электронная цифровая подпись, даже не выходя из дома, я могу направить этот пакет документов в регистрирующий орган. И как мы уже говорили ранее, если я имею электронную цифровую подпись и направляю в электронное виде, то я даже не оплачиваю госпошлину. Если у меня электронной подписи нету, то я использую этот сервис, получаю комплект документов и, опять же, любым удобным способом я их отправляю в регистрирующий орган. И, опять же, повторю, что если я пойду лично, то я оплачу госпошлиность, если я пойду но любой человек в любом месте может обратиться, то господолженность не оплачивается. Либо через нотариус. Второй сервис, который тоже востребован, как раз речь о подготовке документов. Это есть подача заявки на государственную регистрацию. Он тоже разработан. Там также приложено это же программное обеспечение. Мы заполняем пакет документов для госрегистрации и направляем в регистрирующий орган, не используя ЦП, потому что у нас ее нет. Но в данном случае тогда вам будет позволять, что господолженность все равно надо будет оплатить. Мы направляем эту заявку в рекорган. Приходит, указываемый адрес электронной почты свой, приходит вам в ответ регистрирующий орган, что ваша заявка принята, и вам необходимо явиться, и будет указано число и время. Например, с такого по такое число, с пятого по шестое или по седьмое, и с девяти до шестнадцати часов. Если человек в это время не является, или он пришел уже в просрочен после, то эта заявка аннулируется. Если он явился, то при личном приходе в течение тридцати минут регистрирующий орган обязан вас зарегистрировать. Он распечатает вашу заявку, вы расписываетесь лично при сотруднике, и дальше проходит государственная регистрация. Следующий сервис – это подача электронных уже документов на регистрацию. Вот разница между заявкой и электронным документом на регистрацию, как раз в том, что электронный – это уже готовый комплект документов. Но в данном случае здесь нужно обязательно ЦП. Потом есть еще один сервис, который тоже востребован очень крупными организациями, и людьми, которые переживают, смотрят, чтобы никто бы не захватил ваш бизнес. Это есть заявка, запрос на направление информации о факте представления налогового органа документов для государственной регистрации. Этот сервис работает очень просто. Человек заходит на сайт налоговой службы, регистрируется там за регистрацию через личный кабинет, и оставляет заявку. В этой заявке можно указать до 100 юридических лиц, например, списком, указать, что и тогда налоговая служба при получении документов на госрегистрацию из этого списка юридических лица вам в течение суток будет направляться на адрес вашей электронной почты уведомление, что по такому-то юридическому лицу подны документы. И если вы, например, являетесь заинтересованным, например, директором этой организации, и видите, что по вашей организации поступил какой-то пакет документов, которые вы не подавали, у вас есть еще от трех до четырех дней рабочих, чтобы обратиться в регистрирующихся с возражениями, написав возражение, что мы не подавали, просим, тогда рек-центр либо откажет, если возражение будет мотивировано, либо зарегистрирует. Но это уже дается возможность именно добросовестным людям следить за своей. И еще один вот самый востребованный сервис, который существует, это риски бизнеса, проверь себя и контрагента. Это самый, он очень востребован, потому что он позволяет определить там очень много показателей, и можно, есть, есть на этом риски бизнеса, проверь себя и контрагента, есть такой ролик. Да, вот давайте его, кстати, посмотрим, и как раз более наглядно он продемонстрирует, как работает. Вы заключаете договор и хотите быть уверенными в надежности бизнес-партнера? Узнайте больше информации о нем на сайте налог.ру. Воспользуйтесь сервисом риски бизнеса. Проверь себя и контрагента. Начните с простой и главной проверки. Числится ли он в едином государственном реестре? Для поиска юридических лиц можно использовать регистрационный номер ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика ИНН или название организации и при необходимости регион ее местонахождения. Для поиска сведений об индивидуальном предпринимателе, крестьянском фермерском хозяйстве также достаточно ввести регистрационный номер или ИНН, или указать фамилию и регион места жительства владельца бизнеса. Поиск выдаст список компаний или лиц, соответствующих вашему запросу, и подробные сведения, имеющиеся в государственном реестре. Учтите, что организаций с одинаковыми или похожими наименованиями, а также индивидуальных предпринимателей с одинаковыми фамилиями, может быть много. Будьте внимательны. Если ваш контрагент находится в стадии регистрации или вносит изменения в учредительные документы, вы можете проверить информацию о нем в специальном разделе. Здесь можно искать по регистрационному номеру, названию организации или фамилии индивидуального предпринимателя. Специальные разделы сообщений журнала «Вестник государственной регистрации» помогут вам узнать, находится ли юридическое лицо в стадии ликвидации или реорганизации, об уменьшении его уставного капитала, принято ли решение об исключении организации из единого государственного реестра и другую важную для бизнеса информацию. Обязательно проверьте, не находится ли ваш партнер по сделке в реестре дисквалифицированных лиц, которые не вправе вести предпринимательскую деятельность. И посмотрите, имеются ли дисквалифицированные лица в руководстве организации, с которой планируете сотрудничать. Сделки с такими лицами могут быть признаны недействительными, и вы понесете убытки. Проверьте адрес местонахождения организации. Вполне может оказаться, что по данному адресу зарегистрировано очень много организаций. Это один из потенциальных факторов риска, и к такому контрагенту стоит присмотреться более внимательно. Узнайте, нет ли проблем у компании по уплате налогов. Не получилось ли так, что ваш партнер является злостным задолжником, или, может быть, долгое время не представляет отчетность. Неисполнение компании обязательств перед государством ставит под вопрос их обязательность и перед клиентами. Кстати, не забудьте проверить и себя. Очень полезно знать, что о вас могут увидеть ваши контрагенты. Удачи в бизнесе! Подводя итог нашему разговору, Андрей Иванович, все-таки, что нужно знать, и самое главное, запомнить начинающему предпринимателю, решившему открыть свое дело? Ну, запомнить ему надо однозначно, что у вас есть не только права, но и обязанности. И сначала все-таки надо хорошо подумать, кем, что вы хотите открыть, как будете заниматься. И все-таки рекомендую пользоваться налоговыми сервисами, которые разрабатывают федеральные налогслужбы. Они сделаны для того, чтобы это все было проще, открыто. И не забывайте, что уплата государственной пошли при подаче документов в электронную вилю через МСФЦ не оплачивается. Спасибо большое! Я думаю, что сегодняшними вашими профессиональными и компетентными советами будет бизнес удачный. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего! До свидания! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!